В этой передаче я участвую как режиссер и автор сценария лицензионной кассеты «Мурлыкотерапия. Как средство оздоровления» для людей в возрасте от 1 года до 99 лет, перенесших морально-бытовые травмы. Как известно, что в 18 веке впервые были продемонстрированы эффекты анимотерапии. Они меня испугаются, я буду громко разговаривать. Нет, все нормально, они не будут прыгать. Опа, началось. Началось. Вы появляетесь в кадре и говорите на английском, русском, казахском, японском, китайском языках слово «здравствуйте». Я этого не делаю никогда. И не буду делать, поскольку я не знаю этих языков. Не знаете этих языков? Ну, здравствуйте по-русски вы знаете. Почему вы хотите, чтобы я сказала, открыла передачу именно так? Очень интересно. Ну, а дело в том, что все же изменяется, все течет, все изменяется. Нельзя, чтобы все было... А как это связано с тем, что я должна выйти... В моем случае, люди, для того, чтобы показать, что они нормальные люди, и друг по отношению к другу у них нет черных мыслей, они всегда при встрече здороваются. Я здороваюсь, но я здороваюсь с теми, кто смотрит нашу передачу. Правильно. А нашу передачу смотрят люди, которые в основном говорят на русском языке. Поэтому я поздороваюсь с нашим телезрителем на русском языке. Хорошо? Хорошо. Вы сами пришли к нам и сказали, что у вас есть замечательный метод лечения. Лечение. Это лекарство. У вас новое лекарство. Да, по сути дела, это новое лекарство, но которое не употребляется внутрь. Ну что, снимаем? Люди, собравшиеся на сеанс муртекотерапии, первое, что должны сделать, это внимательно бумаги посмотреть в глаза кушке. Обоюдно вы настраивали. В данном случае кошка не может перевоплотиться в человека в силу природных причин. А человек может на время перевоплотиться в кошку. И в данном случае человек потихонечку начинает так же, как кошка. Прошу зрителя приготовить белые тапочки. Форму одежды для муртекотерапии. Переходим к первому занятию. Снимем белые тапочки и приготовимся к жизни. Снимем белые тапочки. Мя-а-а-а. Почему именно муртекотерапия? Вот вы меня не убедили. Вы меня, как автора программы о здоровье, не убедили, что это действительно метод оздоровления. Понимаете? Я... Я просто не хочу морочить голову своим зрителям. Вам не понравились мои физические габариты? Или как-то неправильно делаете упражнения? Или еще что-то? Вы наблюдали за мной со стороны. Вы видели. Может быть, я согнулся вопросительным знаком, когда оно было восклицательным. Может быть, я не так мурлыкал. Надо было мурлыкать басом, а я мурлыкал мя. И мне очень трудно, как зрителю, понять, что вообще происходит и что все-таки нужно. Я не хочу, как врач и как человек, чтобы люди пользовались лекарствами химическими, которые продаются в аптеках. Вы просто романтик. Вот просто романтик. Никакой вне доктора. Вот и все. Вот моя трудовая книжка. И здесь ясно написано, что Пичугин Александр Иванович врач. И у меня и диплом, и удостоверение об окончании интернатуры.